Здравствуйте, секретари, судьи. Организаторы турнира, я и моя команда приветствуют вас на втором этапе чемпионата Харьковской области. В этот раз Динамичная пирамида, в этот раз Клуб Аргус. Кто не знает, хочу сказать, что следующий этап у нас будет проходить в клубе охота. И четвертый этап под вопросом, еще в каком клубе мы будем проводить. Я думаю, что в течение месяца мы определимся, все уже будут знать, по какой дисциплине и в каком клубе мы будем проводить этот четвертый этап. Хочу, конечно, поблагодарить руководство и коллектив клуба Аргус, который сегодня нас принимает. Хочу поблагодарить главного секретаря нашего турнира. Хочу поблагодарить его помощников, Евгения Калиниковича, Юрия Ивановича. Хочу поблагодарить также наших судей. Ну и, конечно, спасибо вам, спортсмены, за то, что вы так стремитесь к развитию себя, к развитию себя в этом спорте, в этом красивом спорте. И хочу передать слово сейчас главному секретарю Руслану Галине. Попрошу попринься. Всем добрый день. Играем сегодня динамичную пирамиду. Сейчас чуть позже остановлюсь на новых правилах, хотя, наверное, уже даже в Харькове переиграли столько, что уже новые стали старыми, но тем не менее. У нас сегодня 20 человек. Все расставлены в сетке по рейтингу первого этапа. У 15 человек оказался рейтинг. 8 человек выходят на воскресенье. Сетка 32 на 8. Играем мы матчи до трех побед, последний круг и по верху и по низу до четырех. 8 человек выходят на воскресенье, и в воскресенье играют первый круг с восьмеркой тех, кто выйдет завтра в субботу. После этого к ним присоединяется восьмерка лидеров рейтинга. И теперь пару слов о новых правилах, которые действуют в динамичной пирамиде с 1 января 2016 года. Первое изменение. Если раньше в динамичной пирамиде в случае штрафа соперника, оштрафовавшегося, имел возможность выбрать либо снять шар с полки, шар со стола поставить себе на полку и продолжить с того же места, либо просто взять шар в руку и играть с руки, но не ставя шар себе на полку, то теперь наказание двойное. В случае штрафа соперник первое, что делает, это кладет себе шар на полку, а после этого выбирает. Либо играет с руки, но только чужого, либо если устраивает создавшаяся позиция, есть хороший свояк, к примеру, играет с той точки, откуда становился шар, тогда уже любой шар. И второй момент, раньше, если мы забивали с руки чужого и у нас еще падал свояк, либо просто падал свояк при игре чужого с руки, то это не считался штраф, это просто был переход хода. Ну вот, к примеру, был момент, когда на 7-7 мы играем с руки чужого, забили чужого, еще и упал свояк. Раньше это трактовалось как победа. Теперь же забитый свояк при игре с руки это штраф. И, соответственно, ситуация на 7-7 мы забиваем чужого и свояка, чужой нам не считается, за свояк получаем штраф, партию мы проиграли. Но я думаю, уже играли и дети, и девочки, и любительский турнир был по динамике, вопросов, в принципе, быть не должно. В принципе, все. Второй этап, чемпионата Харьковской области, считается открытым. Удачный игрок. Вы все, что у вас сделали, сразу говорю, есть сюрприз из первой гепары. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok